27 июня творческие коллективы Дома Дружбы Народов, артисты, художественные самодеятельности, звезды эстрады стали участниками благотворительного концерта в поддержку пострадавших от наводнения жителей Эвенского села Березовка. Зал был заполнен, билеты были все проданы. Но более подробно об акции нам сегодня расскажет Вячеслав Шадрин, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Здравствуйте. Ну и вот как я уже вобил нашим телезрителям, мне могли бы вы рассказать подробнее про акцию? Ну, акция вообще, конечно, посвящена, вот именно целью ее является сбор средств для оказания помощи пострадавшим от наводнения в села Березовка. Этой весной, наверное, наиболее такой пострадавшим от наводнения весеннего именно является село Березовка Среднеколымского Луса. Вот 37 домов, нижний поселок был полностью затоплен, более 180 человек было эвакуировано. Вода находилась очень на высокой отметке, на которой выше критического больше, чем неделю. И это вот вообще, очень многие вот эти вот получилось так, что именно стечение этих всех разных всех причин привело к тому, что последствия достаточно серьезные. Вот. И первоначально, конечно, сами жители поселка стали обращаться. И вообще инициатором акции выступила сама администрация Среднеколымского Луса, которая обратилась, открыла лицевой счет на свои банки для сбора средств. Ну и ее уже подхватила общественность нашей республики. И уже сумма некоторая собрана, да, на сегодняшний день? Да. Ну, а непосредственно старт республиканской акции сбора средств в помощь пострадавшим села Березовки начался у нас на гражданском форуме, где министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева дала вот старт этой акции, всенародно объявила об этом. И надо сказать, что люди проявили свое неравнодушие. В первые дни сбор средств шел ни шатка, ни валка, надо сказать, мы были даже немного беспокоены, сами вносили свои средства и так далее. Но вот как раз 27 июня, когда вот прошел уже концерт, уже вот... Люди об этом узнали, об акции, да? Да, и к этому моменту уже начали очень много проводить разных. И вот на самом концерте было объявлено, что уже вот на счет поступило, вот на момент проведения концерта, одним из итогов этого концерта, что поступило более полумиллиона рублей. Это сумма достаточная? Вообще, какую сумму вы планируете собрать? Нет, сумма, конечно, недостаточно. Сумма, конечно, для того, чтобы действительно оказать реальную помощь, нужно гораздо большие, конечно, суммы, и даже, наверное, несколько порядков больше. Но понятно, что здесь должны быть совместные усилия для того, чтобы преодолеть все негативные последствия этого паводка. Конечно, с одной стороны, это, конечно, помощи государству должно быть. Необходимо провести как можно быстрее все выплаты, которые положены пострадавшим. А в таких случаях, кстати, вот государство помогает, да? Да. Правительство помогает, республики. Можете рассказать, как оно помогает? Ну, есть сразу, сразу должны вот оказать, например, содействие. Там предусмотрены первые такие акции, там, например, 2000 рублей, потом 20 тысяч рублей вот как бы единовременной помощи. А потом уже от степени того, как, насколько пострадали, насколько сильно взято или не сильно, там уже начинают суммы варьироваться до 100 тысяч рублей. Вот. Это вот выплаты именно тем, кто полностью, у кого оформлены дома, у кого, в общем, все нормально с документами. Вот, кстати, здесь как раз нюанс в том, что у многих в селах, особенно в наших селах, да, оказывается, не все документы, особенно связанные с недвижимостью и так далее, оформлены. Вот это вот тоже вызывает определенные проблемы. Трудности, наверное, да? Да, создают трудности, вот как раз особенно для государственной помощи, которая требует определенной такой бюрократической оформленности. Ну, понятно, что этого недостаточно. Помощь вот по линии государства, по линии муниципальных властей необходима, конечно, объектам жизнеобеспечения. Это, конечно, вот подпало под затопление и электростанция, например, детский сад, больница, этнокультурный центр. То есть все это, и естественно, что это все надо ремонтировать, что это все нужно. Поэтому здесь мы постоянно сейчас уже держим контакты, в том числе и с правительственными министерствами, чтобы они действительно по своей линии предусмотрели дополнительные средства, например, на тот же самый ремонт и так далее. Потому что это все тоже опять-таки требует опять формального такого бюрократического оформления для того, чтобы выделять дополнительные суммы. С другой стороны, вот я сказал, что есть суммы там от 20 до 100 тысяч рублей. Понятно, что этого явно недостаточно. И вот, например, для... Вы сами понимаете вообще, что такое для севера, особенно для таких удаленных поселков, что эта сумма явно недостаточна, не надо больше. Вот явно не только одно село Березовка пострадало от паводка. От того паводка целый район. Да. Ну, конкретно данная акция, конечно, Айли, она проводится для села Березовка. Вообще, надо сказать, что нынче паводковая ситуация вообще на северо-востоке нашей республики очень неблагоприятные прогнозы. Вот, например, в Абыйском районе под наводнение попали такие села, как Саганах, Кенкюль, Олбутского наслега. Сейчас вот в таком уже очень сложном положении находится села Сватай и Аргахтах. Прибывает вода, и я боюсь, что подобная ситуация может сложиться в Андрюшкино. Это населенные пункты, которые находятся на реке Алазея. Ну, это и прогнозировалось. Раньше дело в том, что нынче очень был высокий уровень воды на всем северо-востоке. Вот, то есть очень большой уровень снега. И поэтому было понятно, что такие неблагоприятные последствия будут. Не могли бы вы рассказать к нашим телезрителям, как они могут поучаствовать в этой акции? Ну, акция, она продолжается. Можно вот в интернете, если вы зайдете на сайт или Среднеколымского УЛУСа, можно зайти на сайт Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Там даны данные, на какой счет перечислять непосредственно. Можно оказывать средства, ну, в большей степени, конечно, мы ждем финансовые средства. Но мы обращаемся и к предприятиям, ко всем людям, которые неравнодушны, что можно оказывать помощь и в разной форме. Дорогие телезрители, чтобы найти контакты или реквизиты, по которым вы можете помочь, то забейте в поисковик «Благодарительная акция Айли», ну и все данные, я думаю, будут перед вами.